Наше нытье о тягостях жизни обычно сопровождается кивком в сторону Европы. Вот у них там зарплаты повыше и законы получше. Но есть несколько тем, говоря о которых наш человек внутренне рад, что от продвинутой Европы мы отстаем. И вроде наши люди стараются быть толерантными к различным секс-группам. Но как только речь заходит о детях, родители начинают бить тревогу. По крайней мере те, кто принял участие в субботнем шествии. Мы не ожидали, что придет такой момент, когда придется защищать традиционные ценности. Но этот момент наступил. Почувствовать такой единый дух и почувствовать важность того, что происходит. И важность того, кто действительно нам дорог. А дороги нам наши дети. Нынешний марш – некая солидарность с протестами, которые проходят в городах Германии и Франции. Европейские родители сопротивляются законам, по которому их детям уже в младших классах начинают прививать нетрадиционные ценности. У нас пока таких законов нет, поэтому акция превентивная. Чтобы и не думали принимать поправки к закону о сексуальном воспитании. Мы просто хотели бы, чтобы были папа и мама, то есть мужчина и женщина, чтобы была бы хорошая, крепкая семья, такая, как и должна быть. Я считаю, что в первую очередь нужно акцент делать на скромность, а не, как сейчас, наоборот, на косметику, на ранние сексуальные связи. Я считаю, что это излишне. Крепшая семья только та, которая все-таки целомудрее сначала воспитывалась, и потом они также воспитывают своих детей. Эта семья будет крепче. По мнению организаторов, толерантность толерантностью, но примешивать сюда детей не нужно. Пусть воспитываются в нормальных семьях, есть мама и желательно папа. А дальше, когда вырастут, пусть сами решают. То же и с сексуальным воспитанием. Пусть этим занимаются родители. Мы за сексуальное воспитание, но за сексуальное воспитание родителей. То есть наше общество предлагает родителям, если у них есть вопросы, прийти, получить лекции и пройти лекции, и научиться, как нужно общаться по этой теме с ребенком. То есть чтобы эта тема оставалась в семье, нежели приходило в образовательное учреждение. За что сейчас и как раз-таки борются родители в Германии и во всей Европе. У здания Сейма участники зачитали открытое письмо депутатам с просьбой принять поправки к закону о защите детей от раннего секс-просвета. Организаторы также выразили благодарность президенту Андресу Берзеншу за его намерение отстаивать традиционные ценности. Андрей Аксенов, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.